Есть ли на Земле животные, которые никогда не спят? Некоторые люди утверждают, что дельфины никогда не спят. Научный журнал в Германии решил разобраться в этом феномене и выяснить, есть ли такие животные, которые не нуждаются во сне. Ученые постарались объяснить это состояние и выделили несколько критериев. Существует много данных о животных, не спящих никогда. Но на самом деле они просто спят не так, как люди. Некоторые из животных спят совсем недолго. У других в процессе отдыха находится только одно полушарие. Поэтому для начала необходимо точно разобраться, что значит понятие сон. Только так получится разобраться, есть ли животные, которые не нуждаются во сне. Однозначного ответа и понятия, что же такое сон, наука до сих пор дать не может. Но существуют критерии, описывающие это состояние. В случае со сном у животных, количество критериев удалось свести к минимуму и выглядят они следующим образом. Первый. Сон – это особое состояние, во время которого организм почти не реагирует или реагирует с задержкой на раздражители извне. Второй. Сон может в любой момент закончиться, в отличие от зимней спячки или комы. Третий. Состояние сна помогает организму находиться в балансе и иметь энергию, чтобы бодрствовать. Итак, если имеется ограниченная реакция на раздражители, восполнение недостатка сна и способность быстро выйти из сонного состояния, то можно понять, что животное спит или нет. По словам исследователя сна Альбрихта Форстера, изучить и понять процесс сна у животных совсем непросто. Именно поэтому тяжело найти существо, которое никогда не спит. Если необходимо провести тщательное исследование, следует использовать модельный организм. Для этого понадобится существо, которое уже хорошо изучено. Многие говорят, что дельфины не спят, ведь им приходится часто всплывать и глотать воздух, а спать в такой ситуации вряд ли получится. Но по словам Форстера, предположение, что дельфины не спят, считается ошибочным. Не всегда сон означает абсолютный покой. Подтверждением тому служат лунатики. У дельфинов происходит примерно так же. У него полушария мозга спят по очереди, поэтому он вполне может плавать. Три-четыре недели после родов не спят косатки и их новорожденные детеныши. Это объясняется защитным механизмом против хищников, а также тем, что новорожденные косатки еще очень малы и слабы, и должны находиться все время рядом с мамой, поэтому мамам некогда спать. Моржи могут находиться без сна до 84 часов, но все же они должны позже компенсировать этот недостаток. Находясь в воде, моржам приходится спать перерывами и всплывать на поверхность, чтобы дышать. Некоторые моржи придумали цепляться бивнями в льдины и так засыпать, чтобы не просыпаться для глотка воздуха. Также и бегемоты. Большинство времени, проводящие в воде, когда спят, каждые 4 минуты всплывают на поверхность для глотка воздуха, не просыпаясь при этом. Научный эксперимент над двумя слонами, длившийся более месяца, показал, что слоны спят примерно 2 часа ночью и даже засыпают не каждый день. Часто слоны спят стоя, лишая себя при этом фазы быстрого сна, когда снятся сны. Такая фаза возможна, когда животное лежит и все мышцы находятся в состоянии покоя. Самое интересное, что обычно фазу быстрого сна считают незаменимой для запоминания и для отдыха. Весомым тому доказательством служит эксперимент, проводимый над грызунами. Их специально лишали этой фазы сна на несколько недель, затем животные просто умирали от отказа внутренних органов. Именно поэтому ученым непонятно, как же слоны могут долго обходиться без быстрой фазы сна. Многие птицы способны на полеты во сне. Особенно такой возможностью обладают перелетные птицы. Яркий тому пример черный стриж, который 300 дней подряд находится в небе. Во время перелетов птицы поднимаются довольно высоко и затем, впадая в глубокий сон, планируют. Их сон может длиться всего 10 секунд. Многие животные и птицы имеют короткие периоды сна, но они все же спят. Также во время своих перелетов получается спать у аистов. Их сон может длиться около 10 минут. Так аист, который устал, направляется в центр косяка и спит, а не сбиться с пути ему помогает слух. Во второй половине 20 века ученые пришли к выводу, что лягушка-бык никогда не спит. Это выяснилось с помощью эксперимента. Ученые заметили, что в фазах ясна и бодрствования лягушка не реагировала на разряды тока. Но сегодня результаты этого эксперимента довольно сомнительны. Было доказано, что почти все позвоночные спят. И лягушки-быки тоже. Теперь рассмотрим насекомых. Мухи и пчелы точно спят. Это было установлено. Также есть и научные доказательства сна скорпионов и морской улитки. Раньше считалось, что муравьи не спят, но ученые смогли установить, что их сон длится не более двух минут. Несколько спорным вопросом остается вопрос, спит ли круглый червь. Находясь в стадии личинки, червь спит, а когда становится взрослой особью, не спит. Когда голодает и находится в стрессе, круглый червь впадает в спячку. Даже существо без мозга и центральной нервной системы позволяет себе спать. Это касается медузы Кассиопея Андромеда. Вместо нервной системы она имеет лишь переплетение нервов. Но учитывая заторможенную реакцию на раздражители, возможность восполнить недостаток сна и быстрый выход из сонного состояния, можно сделать вывод, что это существо спит. Также в категорию животных попадает пробковая губка Суберитесдомункула, не имеющая даже нервных клеток. Но даже это существо, которое никогда не спит, оказалось подвержено циклическим колебаниям биопроцессов, которые связаны со сменой ночи и дня. У некоторых существ не хватает времени на сон. К таким животным можно отнести паденок. Они живут всего от пары часов до нескольких дней, поэтому им хватает времени лишь на то, чтобы оставить потомство. Также у акул нет времени на сон из-за отсутствия плавательного пузыря. Если акула не будет двигаться все время, она просто пойдет на дно. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока!